приветствую вас на библейском портале экзегет дорогие братья и сестры и давайте сегодня мы вспомним нашего знаменитого прославленного в лике святых флотоводца того самого которого турки называли ушак паша ну конечно коверкали имя но делали это неумышленно и даже было в этом что-то уважительное потому что паша в турецкой терминологии в османской империи это очень такой высокий статус и тем самым турки выражали вот некое почитание федора ушакова мы о нем говорим и надо вспомнить что ведь до 18 века именно турция главенствовала в средиземном море ну и соответственно и в черном море поэтому везде где оккупировали они народы там же постоянно плавали туда-сюда турецкие суда и никто ничего не мог предпринять и вдруг появляется конечно господь это совершил вот такой удивительный флотоводец как федор ушаков который не проиграл ни одного сражения вот как знаменитый наш александр суворов не провели не проиграл на суше ни одного сражения так ушаков он не проиграл на море ни одного военного сражения всего было у него 43 таких вот военных схватки на волнах морских и не только не проиграл но не потерял ни одного корабля и не было и ни один его матрос не попал в плен вот это такой уникальный случай а вообще сам он родом из простых ярославских земель родился в 1745 году игру конечно земли простые но рот его был не такой простой потому что это дворянский род причем их родословные семейные возводят свой род к такому ну хотел сказать легендарные личности нет это человек вполне реальные отраженные в летописях еще даже 10 11 веков князь редедя или кто он там был в общем он возглавлял косожский народ черкесский народ это тот самый князь о котором в летописи написано что его в бою смог победить один из сыновей князя владимира великого мстислав владимирович храбрый там такое интересное вот описание идет в древних летописях когда мстислав он возглавлял княжества тму таракане вот это южные пределы нашей древней руси а навстречу ему выходит редедя со своим войском и вот этот редедя он был конечно придерживался язычества в то время а князем стислав он уже христианин он крестился вместе со своим отцом князем владимиром вот и должна состояться битва но до сих пор кстати вот в этих черкесских народах сохраняются легенды о том что редедя отличался удивительной физической силой и он предлагает князем стиславу такую битву чтобы вместо войска вот просто два князя сошлись в схватке и вот началось это у них единоборство во время которого мстислав вдруг почувствовал что проигрывает и что сейчас он будет убит и тут он взмолился божией матери чтобы пресвятая богородица ему помогла и после этого сразу же одолевает и поражает редедя вот к сожалению конечно редедя был убит но князем стислав надо сказать что он проявил огромную заботу о его семье редеде он дал воспитание его сыновьям одного из сыновей женил на своей дочери и другим тоже да вот такое достаточно хорошее положение в обществе и вот от них как раз и пошли различные дворянские роды на руси кстати все они тоже были конечно же крещены сыновья и вообще дети князя редеде и вот среди таких родов выделялся род ушаковых и соответственно федор ушаков он потомок редеде но самое главное что он являлся племянником тоже такого удивительного святого преподобный федор санаксарский это его родной дядя который кстати тоже поначалу федор санаксарский по моему имя его было иван он вначале был отдан тоже на такую военную стезю но избрал не то что избрал а родители его определили в преображенский полк и вот дядя адмирала федора будущий федор санаксарский он как-то во время одного из перов не то чтобы увидел а он был таким свидетелем как вот офицеры вот они празднуют веселяться пьют вино и тут один из его товарищей он внезапно умирает а получается что он умер без христианского приготовления без исповеди причащение святых тайн во время какого-то шумного пира и это такое произвело влияет воздействие на душу вот этого молодого тоже офицера ивана ушакова что он тут же решает покинуть службу причем делает это тайно он уходит фактически бросает армию и потом уже только через несколько лет когда он жил как подвижник в лесах его находят посланные полицейские службы просто время от времени в лесах проводились рейды особыми службами посылаемым для того чтобы выявить всех кто там сбежал кто там нелегально жил кто-то но постоянно кто-то откуда-то убегал и некоторые скрывались в лесах но он-то вот этот преподобный будущий саноксарский старец он туда ушел с духовной целью для того чтобы действительно всецело посвятить себя господа и вот он еще будучи молодцы оказывается схвачен его приводят в петербург потом к императрице елизавете петровне а почему так потому что преображенский полк это вот личный императорский полк и она спрашивает зачем же ты ушел без спроса из моего полка а он говорит потому что я пожелал всецело посвятить себя богу жить монашеской жизнью но ведь ты же мог бы спросить об этом но кто бы мне поверил я совсем молодой был солдат кто бы поверил что я вдруг решусь стать там монахом и а так как здесь уже прошло несколько лет причем он уже провел эти несколько лет как пустынник как такой строгий подвижник то императрица елизавета петровна она всецело сначала она предлагала им опять вернуться в полк а потом настолько она вот прониклась к нему уважением что разрешила ему стать монахом поначалу он в александро-невской лавре там принял постриг потом саровской пустыни и затем уже он восстанавливает фактически вот санаксарский монастырь становится известным старцем вот федор преподобный федор санаксарский был именно таким богодухновенным старцем которому шли также как шли и преподобному серафиму саровскому или паисию величковскому другим старцем оптинским старцем вот такой был дядя он федора ушакова а сам он сам федор пройдя образование первое кстати он отличался с детства таким бесстрашим вот это вот удивительная еще черта и сохранились воспоминания что случае опасности он даже весь такой преображался мобилизовался обычно люди теряются если наступает какая-то опасная ситуация и страх молодуши парализует силу а он наоборот когда возникала какая-то опасная ситуация то он весь мобилизовался и принимал какие-то правильные решения еще известно что в своем отрочестве подростковом возрасте он вместе сельской сельским старостой ходил на медведя участвовал в таких очень трудных трудной охоте и потом он получает образование учится в морской кадетской школе в петербурге и вот его направляет вначале на северный флот а это же северные холодные места где очень трудно стало вот это для него такой жизненной закалкой когда он овладел всем искусством морского дела а потом его направляют уже на юг в черноморский флот точнее в азовский флот поначалу и там он принимает участие в создании в построении нашего флота потому что был основан город херсон и там рядом верфь и вот тут как раз наверное ты сейчас в наши дни актуально возникает моровая язва чума начинает поражать все селения и к слову говоря федор ушаков будучи еще вот офицером он уже очень правильно и четко организует карантин он всех подведомственных ему подчиненных моряков у каких-то еще помощников он всех вот весь свой отряд выводит в степи в открытое место и там они строят специальные палатки из камыша выстраивают палатки разделяют их друг от друга чтобы не соприкасались друг с другом они очень внимательно проводят карантинные меры следят за порядком за чистотой стараются друг с другом не соприкасаться но подводят конечно пищу какую-то и бывали все-таки заражение если случались то тут же это место полностью изолировалась вещи зараженного сжигались вот но благодаря его карантинным мерам его отряд понес самые меньшие потери то есть погибших от чумы было в несколько раз меньше чем у других и у него эта эпидемия закончилась намного раньше и благодаря вот этим мерам строительство флота она продолжалась успешно а для чего это было нужно для чего нужно было построить флот именно для того чтобы противоборствовать турции которая постоянно наседала на россию и нужно было отстоять крым закрепить за собой крым то что турция которая когда-то вот очень влияла на крымский полуостров и крымские ханы татарские они находились в зависимости в ассальной зависимости от османской империи и вот когда россия крым полу вернула себе то нужно было еще не отстоять отстоять этот полуостров и успели вовремя построить корабли как турция начинает войну и вот именно в этой войне как раз в русско-турецкой войне федор ушаков и проявил себя как гениальный такой талантливый военачальник он разработал такую новую совершенно тактику действия кораблей когда все корабли обычно так вот медленно разворачивались выстраивались в одну линию были предписаны определенные порядки как стрелять как разворачиваться то он за счет чего он достигал достигал победы что он при при предпринимал некие такие вот харизматичные действия ориентируясь как вот откуда дует ветер да какое расположение сил какие волны и тут же очень быстро выдвигал какие-то корабли вперед и они прежде всего старались поразить главный флагманский корабль неприятеля и федор ушаков считал так что не надо поражать весь флот неприятеля в этом нет никакого смысла вот самое главное поразить главный флагманский корабль вражеского флота и когда он выведен из строя то тогда все фактически победа одержаны на самом деле так и происходило как федор ушаков он поражал именно главный корабль тот либо отступал либо тонул и остальные корабли они тут же уплывали у турок так выигрывал одну за другой битву его сделали в итоге главнокомандующим черноморского флота и султан селим 3 он настолько был раздражен и удивлен что вот этот ушак паша как они говорили одержит победы что направляет туда одного из своих таких самых считавшихся лучших адмиралов саид бей такой был адмирал и вот он вступает сражение но вновь проигрывает и вот здесь сказывается как раз такая важная черта в характере федора ушакова почему он как раз и был святой праведный почему вы прославили великой святых что его задачей было не уничтожать врага а сдерживать врага и как только враг побежден тут же оказывать милость побежденному неприятелю вот как только на вот этом судне саид бея все подняли руки вверх спустили свои флаги турецкие и а корабль был уже объят пламенем тут же федор ушаков распорядился чтобы спасали наши моряки спасали турок с этого корабля удалось спасти самого вот этого саид бея удалось спасти офицеров пытались других но к сожалению произошел взрыв на корабле турецком и всех спасти не удалось но сам федор ушаков он всегда считал так что нужно проявлять конечно же милость побежденному неприятелю и после вот этой победы султан турецкий селим направляет и приглашает еще более такого страшного врага из алжира сеид али его имя который пообещал пообещал во что бы то ни стало разбить русский флот а самого федора ушакова привести пленным к султану ну повторим что в итоге не только ничего не получилось и вообще из флота федор ушакова ни один матрос не попал никогда в плен к неприятелям и вновь вот это вот разработанная тактика ушакова она принесла свои плоды так что флот турецкий был разбит и корабль самого сеид али он будучи поврежден плыл 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 вот он приплыл к стамбулу и в глазах самого императора затонул вот а слуги сообщили точнее султана да и слуги сообщают турецкому султану о великий твоего флота больше нет вот так вот победоносно на море выиграл войну именно федор ушаков и к великому сожалению вот политика она не всегда сообразовывается с военными победами и военачальники они думают одно о политике другое и получилось так что проходит какое-то небольшое время и только вот недавно совсем федор ушаков воевал против турок а тут вдруг из-за политической ситуации ему пришлось воевать вместе уже с турками возглавлять такую совместную эскадру уже против французов потому что французы усиливались и составлялись антифранцузские коалиции начали первая коалиции потом вот вторая и во время второй антифранцузской коалиции федор ушаковых делают главным адмиралом ему дают подчинение турецких разных адмиралов но как он сам потом вспоминал что они только мешали они все время боялись ступить в дело и нужно было их как бы и содержать там помогать им учить их морскому ремеслу учить их воевать а толку от них не было никакого при этом турки отличались чрезвычайной жестокостью вот в чем как раз проявилась святость федора ушакова в том что когда они захватывали освобождали от французов ионические острова то турки пытались очень жестоко поступать захваченными но мы знаем что бывает так они отрезают головы захваченным и федор ушаков распорядился спасать французских пленных от от турок то есть фактически от тех кто вроде бы вместе с самим федором ушаковым участвует в этой военной операции и был такой даже случай когда турецкий адмирал приходит к федору ушаков и говорит что я я решил пойти на одну военную хитрость и хочу предложить это вам ушаков спрашивает ну и в чем же эта военная хитрость тут объясняет а вот в том что у нас же накопилось много французских пленных и они уверены что вот согласно вашему обещанию вы их отправите на родину так вот давайте мы ночью когда они будут мирно спать нападем на них и всех их уничтожим вырежем вот ну и федор ушаков настолько был возмущен что категорически отказал и приказал охранять этих французских пленных а турецкий адмирал он недоумевал почему федор ушаков не может понять его военной хитрости в чем тут хитрость конечно трудно тоже предположить но есть что-то вот от подлости от нехорошей такой человеческой подлости вот федор ушаков как действительно праведный святой человек он не ставил целью уничтожения кровопролитие тем более насилие да он был включен в эти вот войны это человеческое несовершенство где для того чтобы государство православное российское государство существовало нужно одерживать победы и это связано тоже с пролитием крови хочешь ты или не хочешь но при этом сам от жестокости ты сторонись и вот федор ушаков как раз всегда следовал этому принципу проявляя удивительную милость ко всем пленам и к турецким пленным и к французским пленным поэтому когда освобождали они ионические острова то везде местные жители но местные жители были греки они открывали свои двери именно русским воинам не туркам и а французов они тоже не очень-то любили вот в общем и там федор ушаков смог одержать вот эти удивительные победы ну к слову надо сказать что прошло еще не так много времени что-то там около девяти лет по моему и опять эти ионические острова тоже из-за сменившейся политической ситуации уже александр первый отдает обратно французам то есть понимаете каково вот этим нашим адмиралам полководцам военачальникам которые достигают победы путем невероятных усилий путем вот жертвенности и пролитий своей собственной крови и вдруг политики одним розчерком пера меняет эту ситуацию только что воевали с турками теперь турки вроде как бы друзья но тоже на некоторое время забрали у французов острова потом политики тут же им опять вернули то есть политика не всегда и не настолько вот дело чистое и федор ушакова это очень расстраивало и потом он конечно же вот уходит в отставку и он едет куда а он едет как раз к монастырю где жил его дядя но дядя уже был почивший преподобный федор саноксарский его дядя а федор ушаков поселяется недалеко от саноксарской обители он туда и жертвует что-то но самое главное он постоянно ходит на богослужение он фактически включается вот в молитвенную монастырскую жизнь каждый воскресный праздничный день день памяти того или иного святого он проводится исключительно в монастыре а в дни великого поста поселяется на целой седмице чтобы участвовать богослужениях а ведь его дядя преподобный федор он завел там очень длинные богослужения вот в день служба длилась примерно около девяти часов общая служба если вот утром вечером взять в это в общее служение монастырск около девяти часов а в праздничные дни когда все ночные до двенадцати часов до двенадцати часов в день и вот его племянник праведный федор он включается в этот монастырские жизни и ведет жизнь фактически как монах и действительно вот почему он прославлен в лике святых ведь много было ну может быть не так много но были у нас непобедимые еще полководцы были те кто значительно вот укреплял и наш флот и нашу армию но федор ушаков все-таки отличается почему потому что он вел еще и личную очень чистую безукоризненную нравственную жизнь он не был женат но он жил как монах он не был замечен в каких-то распутных связях он регулярно молился и даже корабли у него и носили имена церковных праздников например рождество христово или преображение господне или святой павел вот так назывались его корабли и постоянно он все время вот обращался ко господу на тех же ионических островах там на острове корфу киркора там мощи святителя спиридона тремифунского и вот они были торжественно вынесены моление служба совершена святителя спиридона а когда кстати мало кто знает и точнее мало кто вспоминает что федор ушаков помогал суворову когда освобождали южную италию суворов он на на суше ушаков с моря и взяли неаполь потом еще какие-то вот места и вошли даже в рим так вот тоже молились святителю николаю чудотворцу мощи которого в городе баре находится и святой федор ушаков он действительно вел такой вот чистый простой образ жизни сторонился каких-то интриг не участвовал ни в каких вот подковерных политических движениях сторонился зависти тщеславия и вот его личная чистота ка ведь понимаете и в армии и на флоте очень тяжело сохранить чистоту многие ругаются скверно словит кто в злобе кто в негодовании кто блудит кто к чего а вот тут вдруг на самом деле не просто вот высоконравственная а святой святой полководец святой адмирал и это приводило к тому что его уважали все его уважала и императрица потом императоры хотя с императорами как раз вот не всегда складывалось так вот легко вот в частности с александром первым но все равно его уважали его уважали простые матросы не только за его таланты но и за его личную чистую нравственную жизнь поэтому слава богу что морское вот этого дела да морское военно искусство оно освещено таким праведным человеком и дай бог чтобы и другие сферы вот тоже нашего христианского дел они они тоже освещались примерами святых людей вспоминая святого феодора ушакова мы скажем что он и сейчас покровитель наших военно морских сил и кстати военно воздушных тоже стратегической авиации как ни странно он читается также покровителем военной стратегической авиации ну может быть потому что он уже не божитель то что летает в воздухе тоже находится под его покровительством как бы там ни было постараемся подражать ему в главном это в личной чистоте безукоризненной нравственности потому что мы видим что политическая ситуация она меняется сегодня что-то смогли отвоевать где-то побед каких достигли завтра политики все поменяли а вот твои внутренние духовные победы победы над своими грехами страстями немощи это то что остается внутри тебя никакой политик никакая изменившаяся внешняя жизненная ситуация она этого у тебя не отнимет поэтому дай господь нам быть вместе со святым праведным федором ушаковым в обителях небесного царства в чем да поможет нам господь по молитвам своего праведного ходатая святого феодора аминь аминь